Всем привет! В эфире Универ Ньюз, студия Аделина Ахмадиева и сегодня в выпуске. 12 апреля не только день космонавтики, но и день науки лицея Николая Лобачевского. Ничего личного, только бизнес. Защитили молодые инноваторы новейшие стартапы. Громкие рыбы поделились своими секретами успеха со студентами Казанского федерального. В Санкт-Петербурге прошло награждение орденом Аль-Фахар, который является высшей наградой Совета Муфтиев России. Кто удостоился этой награды, смотри в следующем сюжете. 12 апреля в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Файсхановские чтения» прошло награждение орденом Аль-Фахар. Этот орден почета является высшей наградой Совета Муфтиев России. Он учрежден в России в 2003 году и имеет две степени. Ильшат Гафуров был награжден орденом Аль-Фахар второй степени. За большой личный вклад в разработку номинации по включению памятников в болгарского городища. Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. За организацию научных исследований археологического наследия и музификацию территории болгарского городища. А также за развитие системы исламского и исламовеческого образования в России, подготовку специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама. А также медалями за духовные единения были награждены заведующий кафедрой истории Татарстана, археологии и этнологии Института международных отношений истории востоковедения КФУ Айрат Сидиков. Директор Института международных отношений истории востоковедения КФУ Рамиль Харудинов, а также проректор по научной работе Казанского государственного института культуры Рафаэль Валеев. Анна Глазунова, Ленадо Вольтьяров, Универ Ньюз. Дата 12 апреля известна не только как День космонавтики, но и как День науки лицея Николая Лобачевского. На различных площадках побывала и наша съемочная группа. Смотрим. Традиционно День науки в лицее Николая Лобачевского в год проходит два раза в декабре и вторая часть в апреле. Обычно приурочен ко Дню космонавтики 12 апреля. Дни науки мы проводим для того в нашем лицее, чтобы ребята могли реализовать свои потребности в изучении различных наук более углубленно, нежели просто как предметы. Такой форум, конференция форум, когда для разных поколений лицеистов предусмотрены различные мероприятия. И для лицеистов было посвящено две лекции, которые проходили в императорском зале КФУ. Об истории и значимости университетов рассказал директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов. Лицей сегодня это университетское подразделение. И, соответственно, приобщать будущих студентов, а может быть и будущих ученых университета со школьной скамьи к ценностям науки, к истории науки, к идеалам науки, к научным достижениям, это, наверное, наша такая же обязанность, как давать образование. Николай Лобачевский не только был студентом и преподавателем в то еще время Казанского императорского университета, но и был ректором. О подробной библиографии российского математика ознакомила заведующая кафедры Института математики и механики имени Лобачевского КФУ Лилиана Шакирова. А в самом лицее работали разные секции математики, информатики, экологии, химии и биологии. Помимо научных лекций в императорском зале, познавательной конференции, посвященной Дню космонавтики, для учеников лицея имени Лобачевского были организованы различные интеллектуальные игры. Так лицеисты восьмых классов борются за звание грамотного поколения с помощью терминологического диктанта, викторин и конкурса «Смысловое чтение». Задания были сложные, но в то же время интересные. Половину задания ты знаешь, а половину нет. Поэтому некоторую часть тебе приходится самому домысливать и додумывать, что очень интересно и развивает логическое мышление. В КФУ состоялось заседание профбюро аппарата управления ВУЗа. На встрече с сотрудниками ВУЗа рассказали о возможностях, доступных для членов профсоюза. Состоялось заседание профбюро аппарата управления Казанского федерального университета. На встрече с сотрудниками ВУЗа рассказали о возможностях, доступных для членов профсоюза. О выделении материальной помощи, о программе здоровья и возможностях комплексного диагностического обследования, а также юридической клиники, бесплатных консультациях от юридического факультета. В завершении представители профсоюзной организации представили спортивно-оздоровительное мероприятие для сотрудников. Например, 23 апреля в УНИКСе пройдут соревнования по волейболу среди сотрудников ВУЗа. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Модное слово стартап у всех на слуху. И это неудивительно, ведь любой гигант мировой экономики когда-то был простой идеей. В нашем следующем сюжете ты узнаешь, где и как появляются успешные стартапы с большими перспективами. Смотрим. В Казанском университете активно продолжается работа школа инновационного стартапа. Отличительная особенность школы в том, что цикл мероприятий в ее рамках проходит регулярно. И что немаловажно, в этом году школа заслуженно получила статус межвузовской. Ну а пока, как отметил проректор по инновационной деятельности КФУ, половина пути обучения успешно пройдена. Большой объем работы уже выполнен. И настало время подвести первые итоги на предварительной экспертной сессии слушателей, которая состоялась в стенах КСК КФУ Уникс 11 апреля. Это акселерационная программа ориентирована на то, чтобы подготовить молодых ученых с их идеями, с их инновационными стартапами, которые пока еще находятся на стадии инициативы. В качестве экспертов на мероприятие были приглашены представители инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан и фонда «Содействие инновациям» и «Инакама». И именно перед ними молодые ученые, аспиранты и талантливые студенты различных технических вузов в Казани защищали свои проекты и презентовали идеи так, словно выступают перед потенциальными инвесторами. Предварительная защита будущих инновационных проектов прошла более чем успешно. Теперь молодым ученым и исследователям предстоит не менее ответственно подготовить свои проекты к следующему важному шагу – официальной защите собственных проектов и успешному окончанию межвузовской школы инновационного стартапа. Аделя Шамилова, Леонард Авлетьяров, Универньюз. 11 апреля в КФУ прошел мастер-класс от основателей канала «Громкие рыбы». Тимур Исмаев и Кирилл Гарамов поделились секретами успеха. 11 апреля в стенах Казанского федерального университета состоялся мастер-класс от основателей канала «Громкие рыбы». В рамках проекта компании «Билайн можно все». Мы расскажем про то, как мы когда-то поступили вот сюда, в этот университет, учились в этом здании, на программистов. И как-то так случилось, что после пятого курса мы неожиданно оказались видеографами, клипмейкерами и работаем в университете. «Громкие рыбы» – это, пожалуй, самый известный юмористический дуэт из Казани, в чьих видеороликах каждый, кто был студентом, узнает себя. В этот день ребята рассказали студентам Казанского федерального не только то, как они пришли к созданию своего канала и как же протекала их жизнь в университете, но и поделились главным секретом, как создать поистине качественный контент на ютубе. Надо просто делать то, что тебе реально нравится, не жалеть, не лениться, и тогда все воздастся. Все эти банальные слова, которые мотивируют людей в контактах, в каких-то книгах по тому, как сделать бизнес, они действительно работают? Да, надо просто работать, не лениться. Ну, на самом деле, секрет успеха реально очень простой – это просто труд, труд, труд. К сожалению, нет никаких интересных, красивых фраз на эту тему. Да, в нашей стране 90 лет только любили труд, но видите, каких результатов добились. Проект компании «Билайн можно все» – это лекции успешных и интересных людей Казани на самые разные и интересные темы для молодежи. Диана Шилова, Леонард Улитяров, Универньюз. 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Что посмотреть и куда сходить, узнаешь в следующем сюжете. 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Путешествие, которое длилось всего 108 минут, стало мощным прорывом в освоении космоса, а имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире. К 2017 году на киноэкранах появилось множество фильмов с тематикой космоса. Одним из них стала российская драма «Время первых». Премьера состояла 6 апреля. Фильм рассказывает о советском космонавте Алексее Леонове, который приветствует землян из открытого космоса и успешно возвращается в корабль. Но эти пять метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а посадка в ручном режиме – примером невероятной воли к жизни самого героя и его командира. Ну а после просмотра фильма Казанский федеральный университет предоставляет казанцам возможность посетить планетарий, который носит имя Алексея Леонова. Здесь любой желающий может полюбоваться на карту звездного неба, взглянуть в современный телескоп специальной башни, а также приобрести памятные сувениры. Анастасия Буряк, Универ Ньюс. На сегодня это все новости студенчества. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok